Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как связать вот такого патрика из спанчбоба в стрингах. Итак, давайте начнем. Сегодня я использую такие розовые нитки и вяжу крючком 5,5 мм. И еще использую такие маркеры. Итак, начинаем мы с двух воздушных петель, так как мы вяжем плюшевыми нитками. Итак, вяжу две воздушные петли. Если вы вяжете не плюшевыми нитками, просто делайте кольцо мигруми или волшебное кольцо. И теперь в первую воздушную петлю от крючка, точнее во вторую от крючка, мы вяжем 6 столбиков без накида. Итак, довязываю последний столбик. И теперь в первый столбик без накида, который мы делали в вторую воздушную петлю от крючка, мы вяжем столбик без накида. И теперь это следующий ряд у нас начался. Этот столбик я отмечаю маркером. И теперь в этот же столбик мы вяжем еще один столбик, потому что в этом ряду нам нужно связать 6 прибавок. А прибавка это по 2 столбика без накида в каждый столбик. Все. Вот так. В конце этого ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. То есть, считаем нашу косичку, сколько у нас получилось столбиков. И в целом, на этом все. Это мы вяжем наши ноги, ноги нашего Патрика. И все. Довязываю до моего маркера. Когда я довязала, снимаю свой маркер и туда вяжу столбик без накида. Снова его отмечаю, так как это первый наш столбик в следующих рядах. В следующих рядах, потому что мы теперь вяжем по 12 столбиков без накида 4 ряда. То есть, с третьего по шестой 4 ряда мы вяжем без изменений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, в конце у нас должно получиться 6 рядов всего. И теперь мы должны связать вторую такую же ногу, но оставляем нить на крючке. Делаем соединительный столбик в ту же петлю, куда мы делали последний столбик без накида. И вяжем 3 воздушные петли. И соединяем в любом месте на нашей второй ноге. По нашей второй ноге нам нужно связать 12 столбиков. Затем 3 столбика по трем воздушным петлям. Снова 12 столбиков по второй ноге. И снова 3 столбика без накида во второй стороне наших воздушных петель. Сейчас вы все сами увидите. Сейчас я довязываю 12 столбиков по первой ноге. Точнее второй. Не знаю. И теперь я плавно перехожу к трем столбикам без накида по воздушным петлям. Внимательно считайте, сколько вы делаете столбиков без накида по вашим ножкам. Потому что вы можете ошибиться и связать больше или меньше. И очень важно количество, что вы должны связать 12 по одной ноге, 12 по другой ноге. И 6 получается по воздушным петлям. С одной стороны, с другой. Таким образом у вас в конце должно получиться 30 столбиков без накида, если не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Вот. То есть должно получиться ровно 30 столбиков без накида. Не забываю вам про это. Потому что вы должны потом будете посчитать свое количество столбиков. И если будет 30, хорошо. Если будет меньше, придется делать либо прибавки, либо убавки. В зависимости, если больше-меньше. Но в этом это не особо важно. Сразу говорю. Но это очень понадобится нам для вымерения, для прибавок. Потому что там немножко будет конфьюзинг. Немножко путаница. Итак, когда мы все довязали, что я вам сказала, мы делаем столбик без накида. И в него делаем... Вставлю наш маркер. И все. Теперь, учитывая этот столбик, мы вяжем 6 столбиков без накида. То есть в моем случае 5. Довязываю. Сразу же после 6 столбика без накида мы вяжем прибавку. Одна прибавка. Затем вяжем 2 столбика без накида. Прибавка. Снова. 2 столбика без накида. Прибавка. 2 столбика без накида. Прибавка. Это мы повторяем к слову 5 раз. То есть 5 раз. 2 столбика без накида. Прибавка. 2 столбика без накида. Прибавка. И так 5 раз. Это все схема. когда мы уже связали наши 2 столбика без накида прибавка 5 раз по 5 подходов мы вяжем наши 8 столбиков без накида если не ошибаюсь и вот такая красота у нас получается и до конца ряда мы довязали в конце ряда у нас должно получиться к слову 36 столбиков без накида так как мы сделали 6 прибавок ровно немного не по всему ряду то есть но в общем вязальщики поймут и так но мы делаем прибавки в одном конкретном месте там где у нас будет папа соответственно и так следующий ряд вяжем 7 столбиков без накида учитывая вот этот столбик там где я поставила маркер потому что это все равно считается запел первый столбик в ряду целом она сейчас 8 9 ряд когда мы довязали 7 столбиков делаем сразу же прибавку после этого столбика два столбика в один стол не забываем затем вяжем не два столбика без накида уже на этот раз три столбика без накида и затем прибавку это мы снова повторяем 5 раз то есть в принципе как в прошлый раз то есть в чем мы делаем 6 прибавок ну то есть буквально после сносения наших столбиков мы делаем сразу же прибавку это считается за один и дальше 5 остальных прибавок то есть вы заканчиваете по сути должны прибавкой и потом уже вязать наше следующее 9 столбиков без накида и в конце вас обязательно нужно получиться 42 столбика без накида и вот такая красота у меня пока что получается следующий ряд мы вяжем два ряда без изменений то есть 10 11 ряд мы вяжем по 42 столбика без накида и все вот такая же попа у нас получается в двенадцатом ряду мы вяжем 8 столбиков без накида ставлю мой маркер 8 столбиков без накида я провязываю 2 2 3 4 5 7 8 8 вот делаю прибавку опять но мы все еще не закончили с прибавками это к слову последний ряд с прибавками и мы вяжем 4 столбика без накида прибавку повторяем это снова 5 раз и в конце примерно 7 столбиков без накида мы должны сделать но это не особо важно у нас в любом случае должно в конце получаться 48 столбиков без накида и все это все что важно на данный момент и так я закончу с этим рядом и дальше уже у нас идет к слову ряд без изменений то есть 13 ряд мы вяжем 48 столбиков без накида но мы давайте пока довяжем уже мой ряд я скажу что же мы делаем дальше потому что это тоже немаловажно вот столько примерно мне остается провязать и тут я вижу получается 8 столбиков раз два три четыре пять шесть да семь восемь восемь столбиков у меня получается с восьми мы начинали и восьми закончили в целом логично в целом логично в следующий ряд я уже вяжу 48 столбиков без накида без изменений и уже после этого ряда мы будем делать убавки вот так вот будем сужать наш нашего патрика к концу и так я вяжу восемь столбиков без накида с того чего мы начинали в целом если так логично думать вот мы с этого починали ну точнее закинчивали прибавки а теперь починаем убавки понимаете вот вяжу восемь столбиков без накида после чего делаю убавку убавку мы делаем следующим образом я беру первые верхние половинки двух следующих столбиков без накида вот таким вот образом мы подеваем лишь половину косички и та которая смотрит ближе на нас не та которая дальше которая ближе вот и связываем вместе столбиком без накида после чего мы вяжем 4 столбика без накида и таким же образом убавку как я вам показала и так повторяем пять раз вот вот такая вот убавка у нас получается и в конце я предполагаю мы снова вяжем восемь столбиков без накида если я кричу помолваюсь вот но пока я довязываю в целом хочу сказать что эту схему придумывала я сама есть в интернете множество разных видов это лично моя схема схема я ее ниоткуда не брала просто увидела видео в инстаграме по типу такого вот ну и в целом придумала все сама таким образом если вам нравится к слову моя схема вот напишите об этом в комментариях пожалуйста мне будет очень приятно услышать от вас комплименты а если непонятно тоже пишите тоже много таких комментариев было о том что непонятно вот но в целом спасибо за критику единственное перестаньте матюкаться в комментариях спасибо большое ну а я довязала ряд пока я болтала и вот теперь в этом ряду я вяжу пятнадцатом ряду семь столбиков без накида и в целом мы все повторяем то же самое вот один в один говорю после семи столбиков мы делаем убавку как и в целом в прошлом ряду после восьми убавок только в этот раз после семи вот и теперь я вяжу не четыре столбика без накида убавка а три столбика без накида убавка и это я тоже повторяю пять раз и в конце я провязываю семь столбиков без накида должно быть или не должно быть но обязательно должно быть тридцать шесть столбиков без накида в конце этого ряда и все и как вы видите у меня уже все сужается и в целом нам осталось всего лишь ничего это 15 ряд нам осталось еще пять рядов нет десять пошутила нам осталось еще десять рядов ну до 25 я просто почему-то посчитала что пять рядов а их десять бывает бывает вот и это это еще не самый последний мой ряд с убавками подобного рода то есть что подобного рода я имею ввиду это то что мы именно делаем непосредственно убавки там где мы делали форму попы вот то есть вы понимаете чем я мы делаем убавки в одном и том же месте на второй половине тела нашего патрика вот я кусь такусь в следующем ряду я повторяю все то же самое только единственное вначале я делаю шесть столбиков без накида после шести столбиков я делаю убавку и дальше вяжу два столбика без накида убавка повторяю это снова пять раз и шесть столбиков без накида в конце или семь столбиков без накида в конце тут уже не совсем важно важно чтобы у вас в конце ряда получилось 30 столбиков без накида обязательно должно быть именно 30 столбиков без накида не больше не меньше Субтитры сделал DimaTorzok Итак, следующие ряды будут намного проще, и мы через них очень сейчас быстро пройдем. Итак, в 17 ряд мы вяжем 3 столбика без накида, включая тот, на который я поставила маркер, и делаем убавку. И повторяем это все до конца ряда. 3 столбика без накида, повторяю. И делаем убавку. И все. И таким образом повторяем до конца ряда. Получается по 6 раз. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида. Обязательно. И все, вяжем таким образом до конца ряда. После этого ряда я решила чуть-чуть наполнить, так как дальше мы будем сужаться стремительнее. Ну, не совсем пока что. Следующие 2 ряда я вяжу без изменений по 24 столбика без накида. То есть 18 и 19 ряды у нас должны быть без изменений. 2 ряда просто так. Дальше 20 ряд я вяжу 2 столбика без накида. Убавка. Это я повторяю 6 раз. И в конце ряда у меня должно получиться 18 столбиков без накида. То есть вот так. И таким образом вяжу до конца этого ряда. После этого ряда я вяжу 2 ряда без изменений. 21 и 22. По 18 столбиков без накида. И все. И теперь 23 ряд. Делаем 1 столбик без накида. Убавка. Сразу начинаю с убавки. Да. Далее 1 столбик. Убавка. В конце ряда должно получиться 12 столбиков без накида. И у нас осталось, поздравляю, 2 ряда до конца. Постепенно советую наполнять все же нашего Патрика. Вот, потому что, чтобы он не был пустым. И все. Итак, когда я уже довязала, а, последний 2 ряда, это было 12 столбиков и 25 это просто 6 убавок и закрываем все кольцо. Итак, вот наша попа. Ручки вяжутся очень просто. Схему я оставлю в описании под этим видео. Это, в принципе, схема там просто 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми, точнее в первую воздушную петлю. И, ну, короче, там все просто. А сейчас я вяжу трусы. Вначале мы просто вяжем воздушные петли. Мне понадобилось 50 воздушных петель. И дальше я связала 2 ряда столбиками с накидом, полустолбиками с накидом. Связала 2 ряда. И теперь сейчас вяжу переднюю часть треугольничек. Я отмерила, сколько мне понадобится выжимерить на своего, потому что я вяжу обычными нитками. И крючок уже у меня здесь 3,5 мм. И, то есть, вот так вот. Дальше я сужаюсь с каждым рядом. Делаю в начале ряда и в конце ряда по убавке. Середину ряда я вяжу нормально. И в конце ряда я снова делаю убавку. То есть, вы сейчас это все заметите. Вот и делаю в последние 2 столбика убавку. Теперь делаю 2 воздушные петли. И делаю убавку в первые 2 столбика без накида. Точнее, полустолбика с накидом. Вот. И таким образом повторяю несколько рядов до тех пор, пока у нас не останется в ряду 1 полустолбик с одним накидом. Вот и все. Когда же я это довязала, я меряю снова на Патрика. Смотрю, все ли мне подходит. И теперь вяжу среднюю часть, там где у нас будет задняя часть. Я просто делаю воздушные петли. Потом возвращаюсь и делаю ряд из столбиков без накида. И все. И все. Уже вяжу на самом Патрике, потому что, ну, четко угадать с размером невозможно. Уже лучше сразу мериться. Сразу смотреть, куда и что делать. И вот я думаю, что так вот для меня будет идеально смотреться мои стринги. Вот и все. Присоединяю соединительным столбиком и делаю обратный ряд из столбиков без накида. И все. Вот. Можете подробно посмотреть, как я тут все кручу, верчу, запутать хочу. И все. У нас так получилось. Дальше уже делаю за вами по поводу оформления. То есть вяжем глазки, как хотим. Или можем вообще просто их вырезать из фетра, например, или ткани. Чего вы хотите. И вот такой Патрик у меня получился. Надеюсь, получился и у вас. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. И всем чао, какао. Гудбай.